Хорошо усваиваются только те знания, которые поглощаются с аппетитом. В этом убедились маленькие специалисты по полезному питанию хабейской школы, которые на открытом уроке поделились секретами здорового рациона. С правильным меню ознакомилась и Фатима Даурова. Урок открытия новых знаний в третьем Б-классе начался с экскурсии в мир здорового питания. Судя по тематическим нарядам ребят, к такой беседе они готовились усердно. Каждое одеяние продумано до мелочей и соответствует заданной роли. А презентацию фруктово-овощного ряда украсило актерское мастерство молодых нутрициологов. Где же ты сегодня был? Миша в гости пригласил, отказать ему не смог. Ох, зачем я ел пирог? Разве можно столько есть? На диету нужно сесть. Секреты правильного питания раскрывались по ходу всего занятия. Ребята делились знаниями о важности здорового и рационального приема пищи. Вспоминая культуру питания своих предков, делали параллели с современностью. Она у черкесов был невысокий. И сидящий за ним человек не мог съесть лишнее. Это было ровно столько, сколько необходимо было для крепкого здоровья. Поэтому у нартов никогда не было толстых людей. Они были очень стройными, красивыми и здоровыми людьми. Разбирались и в том, как сделать выбор между бургером, картошкой фри и сладкой газировкой в пользу домашней вкусной еды. Какие продукты нужны для здоровья и роста, а какие вовсе следует сильно ограничить и желательно не употреблять. Хочется отметить, что на сегодняшний день наши детки, к сожалению, питаются нездоровой, свежеприготовленной пищей. Они предпочитают есть фастфуды, чипсы, различные полуфабрикаты. И я стараюсь на каждом уроке, это не только сегодняшний урок, я стараюсь это все объяснить на каждом уроке в течение всего учебного года. Сегодняшний урок имеет свою предысторию. После победы на региональном этапе конкурса «Лучшая сельская школьная столовая» работники пищевого блока, руководители и участники проекта были приглашены в Уфу на следующий уровень состязаний. Мы вышли в полуфинал, в финал, в суперфинал и потом отправились в Москву на награждение. Чему было посвящено то мероприятие? Правильному питанию, насколько оно должно быть экологически правильным. Поставка экологически чистых продуктов в образовательные учреждения. И там был целый конкурс 87 команд. Из 87 команд мы попали в десятку лучших команд. В конце урока гостям преподнесли корзину продуктов из классной кладовой, которую прямо на месте собрали дети, исходя из полученной информации. Подарок получился аппетитным и, главное, полезным для здоровья. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия.